Ольга Махина, мир вам ещё раз. С миром. Давай. На мессенджерах, в Одноклассниках, один из моих друзей, это та, которая ходит в фрам, имя Алхатиня. Я уже вам как-то рассказывала, что она кинулась когда-то ещё на Михаила Каримова. Она выставляет на своей странице ролик, что Лапкин сектант. Я в ответ на своей странице выставляю своё свидетельство. Она под этим роликом начинает комментарии писать своим. Я ей отвечаю. Кончается всё тем, что я её заблокировала. Оля, да не надо ничего говорить. Люди какого отношения не имеют ни к Библии, ни ко Христу. Она назвала, она назвала бык с одним рогом. Ещё я племянник Гитлера, ну Ленин мой дядя, ну ещё дальше-то. Они уже не знают, что плести. Не надо обращать внимания. Помолись за неё, да дойди. Она сказала... Оля, что вчера, когда я уже спала, был пропущенный вызов от батюшки. Оля, я даже слушать не хочу, это трата времени, месить. У неё ничего нет, с чем я буду разговаривать, а с молекулой? Оно ничего нет. Ну сказали так, она сегодня гладит, завтра она будет говорить по-другому. Люди Бога совершенно не знают. Ей сказали, хватай его, бросай грязь. Оно и делает это. Сорок человек заклялись, ни пить не есть. Кончралу натащили, что Павла зарезать. Ну и что, где они? Ни одного имени нет нигде. Ну, на то разу. У меня 22 тысячи их у меня только в чёрный список отправлено. Где-то 260 роликов против меня стоит. Это говорит о том, что я живой. И такие силы тратит сатана на меня. А в это время они в другом месте зло делать не могут. Это радость моя. Когда будут вас поносить, обзывать, велика ваша награда. Вас она будет или кого-то другого. Тут есть за что? Есть. И я поэтому принимаю как заслуженное. Вот моя мама принесла там передачки, когда в тюрьме сидел. А в это время обед наступает и окошко закрывается. Ну и которые люди приждения между собой. А мама моя слушает, Мария Егоровна-то. Ну, каждый моё взяли незащищенно. Ох, бабоньки, как вас жалко-то. Ваших деток-то взяли ни за что. Моё-то за что взяли? Как? Так я его благословила на эти страдания. Так они как на неё воззрелись-то? И она начала им свидетельствовать, которая ни одного класса не кончила. Вот и всё. А если бы я не сидел, то... А вот сейчас, где я живу здесь, в Барнауле, прям в соседнем... Через один дом, ну, прям рядом совсем. У ней муж сидел в это время. Ей рассказывал, как там приходили люди, и как ко мне относились. Ну, это вообще сказки рассказывает. Так, всё, Оленька, давай дальше. Нет больше ничего? Да, да. Я это... Про голубей вас изговорил, мне простите. Ну, ничего, всё, так и ладно. С Богом, не заботиться, ладно. Ага, с Богом. С Богом. Так, вот и всё. Смит, тихо, подождите. Я всё сказал. Будьте спокойны, никогда не надо это говорить, какая-то, кто-то об одноклассниках, я её знать не знаю. Дворкин против меня уже... Я не знаю, сколько раз выступал-то. Ну, Дворкин остался, у него ничего нету. Мало ли, сколько мосяк лают. Бегают вокруг моей колокольни. У них-то ничего и нету. Он сейчас его скажет, давай в это сообщество... На молитву он не пойдёт. На благовестие не пойдёт. Я уж беру самого главного тут, как говорится, трепло на всю страну. Он деньги получает, профессор ему дали, а он никто. Но двойное-тройное гражданство. Он совершенно неверующий человек. И сколько раз его захватывали, когда он против меня говорил. Он говорит, ну я не знал, как будто извиняется. Он выступал здесь, у нас, в техническом университете, кажется. Но люди видят, он говорит, всё медленно, что стали... А он тогда говорит, это сектанты пошли с кафедры. В Барнауле первый раз. Вы их проверьте, они что-нибудь украли здесь у нас. Нормальный человек будет говорить это. Это наши ребята там были. Рассказывают. Ну, говорит, что на чужой роток не повесишь платок. Им и не надо. Он занят мною. А считать, что не считал, нет. Ходил на благовестие, нет. Ну, ничего у него нет. Он про меня ничего не знает. Он выдуман. Это поэтому и говорит, он не против меня. Против кого-то, который нарисовал там статую, и против неё он там уйует и плюёт. Местный митрополит мне какую характеристику даёт? Митрополит. Московского патриархата. Какие у меня грамоты. Какие благословения от митрополитов. Он из патриархии что пришло. А тут какая-то мошка, молекула что-то сказала обращать внимание. Ну, смешно даже. Не надо, Оля, никогда реагировать. Они не знают о Боге. А я считаю, отобили в чёрный список и всё. Не знаю, что с лживыми людьми. Вот так. Ничего нет больше, никого? Отхожу. Есть, есть. Подождите. Ну, давай, говори. Ага. Вот читала вчера про священник Илья, который погиб вместе со своими детьми. За то, что он их не наказал. Мне такой вопрос. Значит, в старые времена, в те давние времена родители имели власть ещё и над своими старшими детьми. Как-то их не просто словом обучать, а каким-то очень жестоким или жёстким каким-то делом, я имею в виду. Я и хочу перенести на наше время. У меня вот сын 19 лет. Я тоже должна его не только вразумлять, но и могу иметь какую-то власть. Ну, тяжело его наказать за какой-то грех. Потому что я боюсь, что меня Господь, как и священника, и Илью вместе с моими детьми накажет. Я вразумляю его просто, но он меня не слышит. Какие-то могу я жёсткие действия по отношению к... Я не знаю, за что, как, подробности это заочно нельзя. Ну, и Илья, когда он говорил, они не слушали. И Анзлатуус говорит, а нужно было, что, обличать, связывать, бить и изгонять. Вот что нужно было делать. А он только дети, нехорошая молба о вас. И он за них тоже упал и сломал хребёт свой. Из-за детей. А если сын мод, пьяница, наркоман, он должен сказать старейшинам, его выведут и убьют. Кого убьют-то сегодня? Когда полиция и всё остальное, когда пишут оборотни, оборотни. То есть, совершенно не на своей должности. Банды какие? А кто? Возглавляет милиция, полиция. Банды целые. Я куда пойду? Ну, мне... Вот я сколько обращался, когда в милицию... Мне всегда почему-то хорошие люди попадаются. Принимают участие и помогают разобраться. Вот здесь есть юридический факультет в Барнауле. Ну, наверное, уже на пятом курсе, там, четвёртом. И спрашивают, вот, какая у вас будет зарплата-то? Ну, прокурором будешь. Ну, он говорит. Ну, вот если зарплату дадут в 20 раз больше, не зарплату, а взятку, возьмёте? Возьму. Где-то 85% отметили, возьму. Они ещё никто. А они уже продажные. Ну, и всё. Я 11 лет судился за то, что у меня отняли. 11 лет суд шёл. Найдите, где 11 лет суд идёт. Да к сумме-то была не маленькая, претензии мои. 11 миллиардов теми деньгами. И 11 лет шёл суд, и Господь сделал, что я его выиграл. Вот я где нахожусь, дома здесь, красивый район такой, 13 соток, из одного мы храм сделали. Это Бог делает так? У меня прям близкие отношения прокурор края, генерал-лейтенант. И поэтому, которые нападают поменьше там, ну, как говорят, моська лает, значит, сильна, что лает на слона. Поэтому, я никогда на них не обращаю внимания. У них ничего нет. А если было тут, которые там, на меня напали-то, ну, я подал в суд, так они там, я не знаю, переморались все. И давай уже лгать, да мы просто для себя сказали, а людей наших ловили, им совали материалы. Всё заглохло, и нигде никого нету. Иногда приходится давать сдачи. Почему? Иосиф сидел и говорит, напомните фараону, я незаконно сижу здесь. Это можно обращаться в гражданский суд. Так что, ну, не знаю, кому как. А мне так так, что говорят, мне некогда даже думать, кто там говорит, что каждый день примерно 10-15 человек новые на меня нападают. Нападают. И я сразу в чёрный список их всех перекинул и пошёл дальше. А они дают авторитет. Маленький завтрак, хорошо жить в деревне, название ролика. Уже посетили у меня больше двух миллионов. Один ролик. А там ничего нету. Это благодаря врагам. Другой почти 2 миллиарда, мы шершней выжигали. Они там тут пожары от них, а мы как раз где вода, всё зелёное, никакого пожара нету, никто на него внимания не обратил. Не надо на всё смотреть, только да. Я живой. Если был мёртвый, они бы ещё могли сказать. Значит, что-то не по зубам им. Дальше я могу уже делать выводы. Власть, кому они подчиняются, ходят. Она могла бы их одёрнуть-то на место поставить. Нет, почему? Она продажная власть. Хорошо. Спаси Христов. Аллилуйя. Так, отхожу. С Богом. С Богом. Вот. Вот. С Богом.